ПОСЛАНИЕ К РИМЛИНЫМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру во Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего во Иисуса. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, от Матфея Святое Благовествование. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Не судите, да не судими будете. Им же по судам судите, судят вам, и в нюже меру мерите, возмерится вам. Что же видишь и сучец, и же во отце брата твоего? Бервна же, ежи есть во отце твоем не чуешь ее. Или как речешь и брату твоему, остави, да изму сучец и за часе твоего, и все бервно во отце твоем. Лицемерие, изми первое бервно и за часе твоего, и тогда узыше изъятий сучец и за часе брата твоего. Не дадите, святая, псом, не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не поперут их ногами своими, и, вращусь, расторгнут вы. Простите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всягва просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Блаженный Феофилакт Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Матфея. Стих 1. Не судите, да не судимы будете. Господь запрещает не укорять и выговаривать, а осуждать, потому что укорение и выговор служат к пользе, а осуждение клонится к обиде и унижению. Особенно же, когда кто-либо, имея тяжкие грехи, поносит и осуждает других, имеющих меньшие грехи, за которые будет судить Бог. Стихи 2. 5. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерую мерите, такую и вам будут мерить. Стихи 3. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего? А вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Кто хочет укорять других, тот сам должен быть беспорочен. Ибо если он, имея в своем глазу бревно, имея то есть тяжкий грех, будет укорять другого, имеющего сучок, то сделает его бесстыдным, потому что тот, обидевшись, станет также укорять его самого, и таким образом впадет в грех осуждения. Впрочем, Господь показывает, что великий грешник не может хорошо видеть грех брата своего, ибо как он, имея бревно в глазу, увидит другого, легко уязвленного. Стих шестой. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Псы неверны, а свиньи, хотя верующие, но ведущие жизнь нечистую. Итак, не должно высказывать тайн о Христе неверным, ни светлых и жемчужных слов богословия нечистым, потому что те, как свиньи, попирают или презирают то, что им говорят, а псы, обратясь, терзают нас, как поступают так называемые философы, ибо, коль скоро услышат, что распялся Бог, они начинают терзать нас своими умствованиями, говоря, что это невозможно, и в своем высокоумии вознося хулы на Вышнего. Стихи 7 и 8 Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякой просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Высшее заповедал нам нечто великое и трудное, а здесь показывает, как сие может быть выполняемо, а именно, посредством непрестанной молитвы. Не сказал «просите» один раз, но «просите», то есть «непрестанно». Потом подтверждает слова свои примером человеческим, как бы так говоря, кто усердно ищет чего-либо, тот обыкновенно находит искомы, и кто, стоя у дверей, непрестанно стучится в них и дожидается с терпением, тому когда-нибудь непременно отворят. Так думай и о духовном прошении. От самолюбия и самомнения порождается в нас и другое некое зло, тяжелое и причиняющее нам вред, а именно, строгий суд и осуждение ближнего, по которому мы потом ни во что ставим, презираем и уничижаем его при случае. Каковы злой навык и порог, происходя от гордости, ею питается и возвращается, и наоборот, ее питает и возвращает, ибо и гордыня наша после всякого действия и осуждения подвигается вперед по причине сопутствующего сему действию самочувствия и самоуслаждения. Давая о себе высокую цену и высоко о себе думая, естественно, свысока смотрим мы на других, осуждаем их и презираем, так как нам кажется, что мы далеки от тех недостатков, каких, как нам думается, не чужды другие. А тут еще и всезлобный враг наш, видя у нас такое недоброе расположение, бодренно стоит близ и, открывая очи наши, научает зорко смотреть за тем, что делают и говорят другие, делать из сего заключения, какие потому у них мысли и чувства, и по этим предположениям составлять о них свое мнение чаще всего недоброе, с возведением сей недоброты в закоренелый нрав. Не замечают и не видят эти судьи, что самое начало осуждения, подозрение худобы в других, впечатлеется в мысли действием врага, и им же потом оно раздувается в уверенность, что они действительно таковы, хотя на деле ничего такого нет. Но, брат мой, как враг бодренно следит за тобой, высматривая, как бы посеять в тебе зло, смотри еще паче ты бодренно сам над собою, чтобы не попасть в расставляемые им сети, и как только он представит тебе такой недостаток в ближнем твоем, поспеши скорее отклонить от себя помысел сей, не давая ему засесть в тебе и разрастись, и вытесни его из себя вон, чтобы и следа его не оставалось, заменив его помышлением о добрых свойствах, какие знаешь в ближнем всем, и какие вообще уместны в людях, прилагай к сему, если еще чувствуешь позывы произнести осуждение, ту истину, что тебе не дано на то власти, и что, присвояя себе эту власть, ты сам в этот момент делаешься достойным суда и осуждения не пред немощными людьми, но пред всесильным судьей у всех – Богом. Такой переворот помысла есть самое сильное средство не к отогнанию только случайно находящих помыслов осуждения, но и к тому, чтобы совсем отучить себя от сего порока. Второе же тоже очень сильное к тому средство, если не выпускать из ума памятование о своей худости, своих нечистых и злых страстях и делах, и, соответственно, тому непрестанно держать чувства своего непотребства. Того и другого, страстей и дел страстных, конечно, найдется в тебе немало. Если ты не бросил себя и не махнул рукой, говоря «будь что будет», то не можешь не заботиться об уврачевании этих своих нравственных немощей, губящих тебя. Но если ты делаешь это искренне, то у тебя не должно доставать времени заниматься делами других и судебные составлять о них приговоры, ибо тогда, если позволишь себе это, в ушах твоих непрестанно будет звучать «врачу исцелися сам» «изми, перевей бревно, изучи се твоего». К тому же, когда ты строго судишь о каком недобром поступке ближнего, знай, что какой-нибудь корешок этой же самой недоброты есть и в твоем сердце, которое по своей страстности научает тебя строить догадки о других и осуждать их. Лукавый человек из лукавого сокровища сердца своего износит лукавое. Напротив, око чистое и бесстрастное бесстрастно взирает и на дела других, а не лукаво. Чисто око, еженевидите зла. Потому, когда придет тебе помысел осудить другого за какую-либо погрешность, вознегодуй на самого себя, как на делателя таких дел и в том же повинного, и скажи в сердце своем «Как я, окаянный, находясь в том же самом грехе и делая еще более тяжкие прегрешения, дерзну поднять голову, чтобы видеть погрешности других и осуждать их. Действуя так, ты будешь оружием, которым злой помысел внушает тебе поразить другого, обращать на самого себя, и вместо уронения брата пластырь будешь налагать на раны собственные». И тогда, как грех брата будет не тайный, а явный, всем видный, ты старайся причину тому видеть не в том, что внушает недобрая страсть осуждения, а в том, на что может указать братолюбное к нему расположение. И скажи в себе, «Так как брат сей имеет много сокровенных добродетелей, то Бог, для сохранения их от повреждения тщеславием, попустил ему впасть в теперешний грех или малое время побыть под этим невзрачным покровом, чтобы он и самому себе пред своими очами казался непотребным. И, будучи зато презираем другими, пожал плод смиренно мудрее и еще более благоугодным сделался Богу, так что в настоящем случае он получит больше пользы, чем сколько потерпел вреда. Пусть даже чей-нибудь грех будет не только явным, но и очень тяжкий и исходит из ожесточенного и нераскаянного сердца, ты и при этом не осуждай его. Но разведи очи ума твоего к непостижимым и дивным судам Божьим и увидишь, как многие люди, бывшие прежде пребеззаконными, потом каялись и достигали высокой степени совершенства. Так и с другой стороны, иные, стоявшие на высокой степени совершенства, падали в глубокую пропасть. Смотри, не подвергнутся бы и тебе такому бедствию за осуждение. Потому стоя всегда со страхом и трепетом, боясь более за себя самого, чем за другого кого, и будь уверен, что всякое доброе слово о ближнем и радость о нем суть в тебе плод и действие Святого Духа, как напротив. всякое о нем худое слово и презрительное его осуждение происходят от твоего злонравия и дьявольского тебе внушения. Посему, когда соблазнишься каким-либо недобрым поступком брата, не давай очам своим сна, пока не изгонишь из сердца своего сего соблазна и совершенно не умеришься с братом. Хотя и на себя ненадеяние и упование на Бога и пребывание в подвигах крайне необходимы в духовной нашей брани, как показано доселе, но необходимее всех их молитва. Сие четвертое оружие всей брани, как сказали мы в начале первой главы в конце, потому что ею стяживаются и полную силу восприемлют и те первые три орудия, как и всякое другое благо. Молитва есть средство для привлечения и длань для приятия всех благодатей, столь обильно изливаемых на нас из неистащимого источника беспредельной к нам любви и благости Божьей. В брани же духовной ею ты влагаешь бранный меч свой в десницу Божию, да поборает он за тебя врагов твоих и побеждает их. Но чтобы молитва в деле всем проявляла в тебе всю свою силу, надо б на чтобы она оставалась в тебе непрестанно, как естественно и какое отправление твоего духа и было ограждаемо и воодушевляемо следующими расположениями. Первое. Надлежит тебе всегда иметь живое стремление всяким делом служить единому Богу и служить так, как сие благоугодно ему. В оживлении же и поддержании такого стремления убедись и неотступно держи в мысли, что Господу и по предивным его свойствам благости, величию, премудрости и другим бесчисленным и безмерным совершенствам должны быть всякую разумную тварью воздаваемы поклонения, честь и служение. Но когда приложишь к всему неотходное памятование, что Он Сам неописанно благотворно послужил тебе воплощенным Своим домостроительством, искупил тебя и снял с тебя великую клятву, уврачевал и исцелил язвы твои, ядом греха тебе причиненные, не вином и елеем, и не пластырями какими, но бесценной кровью истекшую из пресвятых ребер Его и причистой плоти, истерзанных бичами, тернием и гвоздями, то можешь ли удержаться, чтобы каждое мгновение всеусердно не посвящать на служение Ему единому и словом, и делом, и мыслью? К тому же и того не должен ты забывать, сколь для нас самих благотворно такое служение, так как оно делает нас господами над самими собой, победителями дьявола и сынами Божьими. Второе. Надлежит тебе иметь живую и теплую веру, что Бог по великой милости своей и по множеству щедрот своих сам желает и готов подать тебе все потребное для твоего Ему достодолжного служения и всякое благо потребное для тебя. Такая вера и такое упование будут в тебе сосудом, который беспредельное милосердие Божие и наполнит сокровищами своих благодатей. И чем обширнее и вместительнее будет у тебя сосуд сей, тем с обильнейшими дарами будет всякий раз возвращаться в недра твоя, молитва твоя. И как можно помыслить, чтобы Бог, чуждый применение вседержитель, заповедавши молиться Ему и обетовавши подавать нам просимое благо, отказался делать нас причастниками их, когда мы с усердной и терпеливой молитвою и спрашиваем их у Него, и не даровал нам Духа Своего. Не Его ли есть Слово, коль ми паче Отец иже с небесе даст Духа Святаго просящим у Него? И не Он ли обетовал? И вся ерика, с чего спросите в молитве верующая, примите? Третье. Надлежит тебе приступать к молитве с таким настроением, чтобы тебе желалось одной божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого, именно, чтобы движим был ты на молитву, потому что того хочет Бог, и услышан быть желал опять, как Он того хочет. Одним словом, да будет у тебя в уме и сердце то, чтобы всецело объединять свою волю с волею Божией и ей во всем подчиняться и отнюдь не желать волю Божию преклонять на свою волю. И это почему? Потому что воля твоя всегда срастворена самолюбием, очень часто погрешает и не знает того, чего следует желать. Воля же Господня всегда блага, премудра, всеправедна, благотворна и никогда погрешить не может. Посему, как она есть неотложный закон для всего сущего и бывающего, так должна быть правилом для воли всех разумных тварей и царицей в желаниях, которые они должны покорно во всем последовать. Таким образом, тебе надлежит всегда желать, просить и искать того одного, что благоугодно Богу. И если когда усомнишься, благоугодно ли Богу то или другое, ищи того и проси в той мысли, что ты желаешь то сделать или иметь, если того желает и Бог. того же, о чем наверное знаешь, что оно благоугодно Богу, как, например, добродетели, ищи и проси для того, чтобы наипаче благоугодить Богу и добрее послужить Ему единому, а не с другой какой целью, хотя бы и духовную. Четвертое. Надлежит тебе приступать к молитве также, украшенным делами, сообразными спрошением твоим и после молитвы. Трудится наипаче над тем, чтобы сделаться достойным вместилищем благодати и добродетели тобою просимой. Труд молитвенный таким образом должен быть сопровождаем подвигом самопринуждения и напряжения себя на то, о чем просим, потому что здесь, в порядках духовной жизни, прошение и искание собственное следует одно за другим друг друга принимательно. Если кто в молитве будет молиться Богу о какой-либо добродетели, а сам между тем предается нерадению, никаких настижаний сей добродетели определенных средств не приемля и никакие для того дел не делая и подвигов не подъемля, то поистине такой паче искушает Бога, а не молится. Почему божественный Иаков и сказал «Что многому может молитва праведного с поспешествуемо?» С поспешествуемым здесь бывает и то, когда кто прося праведного помолиться о чем для себя и сам о том молится, и то, когда кто молясь о чем Богу и сам всеусердно делает все потребное для стяжания просимого, как разумеет святый Максим. Пятое. В молитве своей надлежит тебе совмещать те четыре действия, о которых пишет святый Василий Великий. Сначала васслово слой в Бога, потом возблагодари Его за благодеяние тебе явленное, далее исповедуй Ему свои грехи и преступления заповедей Его, и, наконец, испрашивай у Него потребного тебе наипаче в деле спасения твоего. Последуя сему, можешь ты примерно так молиться. Господи Боже мой, хвалю и песнословлю неизреченную славу Твою и Твое безмерное величие. Благодарю Тебя, что по единой благости Твоей, дав мне бытие, исподобив меня быть причастником спасительных благ воплощенного домостроительства Твоего, неоднократно избавлял Ты меня, неведомо даже для меня самого от угрожавших мне бед и от руки невидимых врагов моих. Исповедуюсь Тебе, что несчетное число раз попирал я совесть свою и бесстрашно нарушал святые заповеди Твои, являясь неблагодарным к стольким и таликим благодеяниям Твоим. Но, Боже мой, многомилостивый, да не победит благости Твоей сия неблагодарность моя, призри грехи мои и непотребства, возри же на слезы сокрушения моего, и по множеству щедрот Твоих помоги мне и ныне, подай благопотребное для спасения моего, и жизнь мою всю направи на благоугождение Тебе, да славится и мною недостойным, всесвятое имя Твое. При всем последнем слове можешь ты исчислять поименно все настоящие Твои потребности духовные, душевные и телесные, и если в это время упражняешься в какой особой добродетели, то помяни и ее, и молись, да поможет тебе Бог преуспеть в ней в совершенстве. Если бываешь возмущаем движениями какой-либо страсти, молись о помощи не поддаться ей, и прогнать ее. Если же терпишь какую напрасленную и обиду, или какой не есть ущерб и беду, не забывай благодарить за то Бога, потому что и это, бывая по воле Божией всегда благой, посещает тебя во благо тебе. Шестое. Чтобы молитва твоя возымела силу пред Богом и привлекла к тебе Его благоволение, окрыляй ее и благоукрашай несомненную верою не только в безмерность Божьей щедродательности и в непреложность обетования Его услышивать нас, взывающих к Нему, еще прежде, чем кончится молитва наша. Но наипаче, в силу воплощенного о нас домостроительства Господа нашего Иисуса Христа, нас ради подъявшего крестную смерть, воскресшего, вознесшегося на небеса и сидящего одесную Отца, где выну и ходатайствует о нас, так как още Сына своего Бог не пощаде. Но за нас предал есть Его, как Он и с Ним вся нам дарствует. Предлагай также во услышание Тебя ходатайство Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии, день и ночь о нас молящейся, и предстательство всех святых, архангелов и ангелов, апостолов и пророков, пастырей и учителей, мучеников и мучениц, преподобных отцов и матерей и всякого рода благоугождением благоугодивших Богу, ангела Твоего Хранителя и святого, имя которого Ты носишь и которому посвящена церковь, в кой Ты крещен и всегда молишься. Предпосылая своей молитве сии ходатайства, Ты смирение свое предпошлешь, которого ничего нет благоприятнее Богу, ни на кого так милостиво не взирающему, как на кроткого и смиренного. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Седьмое. Надлежит тебе совершать свои молитвы всегда с прилежанием неутомимым, как заповедует апостол, говоря, в молитве терпите, бодрствующе в ней. Ибо смиренное терпение, неутомимость и неотступность в молении побеждает непобедимого Бога и на милость его преклоняет. Если неотступность евангельской вдовицы преклонила на свое прошение судью злого и неправедного по евангельской притче Господа, намеренно с тем изрекшего ее, чтобы научить нас не скучать, но терпеливо пребывать в молении, как читаем Евангелие, глаголоши же притчу, как уподобает всегда молитесь и не стужайтесь и, если, говорю, судья неправедный склонился на прошение вдовицы по причине неотступности ее, то как не склониться на моление наше Бог, которое есть сущая благость, если будем неотступно умолять его? Посему, когда умоляешь о чем Бога, и Он медлит услышать тебя, ты все же продолжай молиться, держав сердце твердое и живое упование на помощь его, ибо за ним никогда не остается усердная молитва, и на нее всегда готовы от него и злится богатые милости, превышающие самоечаяние молящихся, если к тому нет нравственных препятствий с их стороны, и если они не находятся в таком состоянии, что для них лучше, чтобы неисполненным осталось прошение их, в каковом случае Он вместо просимого посылает иное какое благо, благопотребное для них, ведомо для них или неведомо. Всем разуме справедливо иметь убеждение, что молитва никогда не бывает неуслышанной, а бывает только то, что посылаемое вследствие ее есть не то, о чем просят, не зная, что то не полезно для них и что оно невидимым оставляется, потому что видеть то не безвредно для получающих. Будь же всегда терпелив в молитве и уверен будь, что молитва никогда не остается бесплодной. Если не получаешь просимого, верь, что получаешь или получишь иное вместо сего. И если не видишь и не увидишь сего, не пытай почему это, а лучше вместо того обратись к своему недостоинству и наполни душу твою помышлениями и чувствами смирения. Если воспроизведешь и утвердишь в себя такие чувства вследствие молитвы, то пусть даже ты за нее совершенно ничего не получишь. Не только видимо, но и невидимо. Самые сие чувства прими как плод молитвы и для тебя спасительный, и Богу благоугодный паче всего. Слушай, что говорит святый златоуст. Великая есть благо молитва если с должным благо настроением творится. Если мы научим себя и когда получаем просимое и когда не получаем его благодарить Бога. Ибо Он и когда дает и когда не дает то и другое творит во благо нам. Так что и когда получишь просимое ты очевидно получил его и когда не получишь получил потому что не получил, наверное, неполезного тебе. Не получить же неполезного, есть сподобица полезного. Итак, получишь ли ты или не получишь просимого, благодари Бога, веруя, что если бы почасту не было для нас благотворнее не получать того, чего просим, то Бог всегда бы подавал нам просимое. Итак, всегда терпеливо молись Богу и о всем благодари Его, веруя и исповедуя, что Он благ тебе и благ премудро, и есть твой любвеобильный благодетель и в даянии, и в недаянии по прошению твоему. И по сей вере непоколебимый пребывай в смиренной покорности божественному промышлению, радостно и благодарно встречая все случающее со с тобой и приятное, и неприятное. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворица, речет Господи, заступник мой си, прибежище мой, Бог мой, уповая на Него, и око Твоей избавить Те от сети ловча, от славися мятежно, плечма Своим осенит Те под крыле Его, надеющись оружием обыть Те истинно Его, не убоившись от страха ночного стрела летящая во дни, от вещего от Неприходящей, от срящей беса полудиного. Подета страны Твоя тыща, и тьма деснует Тебе, к Тебе же не приближится, а бача от чима Твоим осмотришь, и в воздаяние грешников узришь, а ку ты, Господи, упование мое Вышнее, уположилось и прибежище Твое, не приид к тебе злой рано, не приближится те лиси Твоему, а ку ангелам Своим заповесю Тебе, сохраните во всех путях Твоих, на руках возму Тя, да никогда претнеш, а камень, ногу Твою, на аспи, да и усилийско наступишь, и поперешь льва и змия, а ку намя уповая, сбавлю и покры, а ку познай имя мое, воззовет ко мне и услыша Его, сними в скорби и зму Его, и прославлю Его, долготую дни исполни Его, являю Ему спасение мое. Возведох, отчи мои, в горы, отнюдь уже приедет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворшего неба и землю, не дашь во смятение ноги Твоей, а ниже воздремлет, храняй Тя, сене воздремлет, ниже уснет, храняя Израиля. Господь сохранит Тя, Господь, покров Твою, на руку десную Твою, во дни солнца не ожет Тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит Тя от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое, исхождение Твое отныне и до века. Отче наш, и живи, си на небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яка на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, окужи, и мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неиспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праве дни. 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 Господь услышит и от всех скорбит и сбавит их. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok